приветствую всех друзей меня зовут илья продолжаем игра дивинити оригинал 2 и прошлой части у нас тут было прям реальная затычка вот эти вот ребята которые стражники вот они сидят карты оказались просто непреодолимой преградой то есть они все время возрождаются ты их убиваешь они опять воскресают причем они нежить и короче ты их побеждаешь но у тебя то ресурсы заканчивается короче единственное что я смог сделать это просто от них убежал вот убежал и прошел вот здесь вот у нас как бы сказать стражники нежить как это называется башня короля брака я там все обчистил кроме одного сундука вот здесь вот он не открывается зараза потому что он проклятый слушайте я придумал что надо сделать надо его просто благословить я потратил протрачу правда все очки вот ну-ка потому что ключ у меня был а все открылось тяжелые рукавицы кажутся холодными на ощупь вы ощущаете покалывание затылки кажется за вами наблюдают о-о-о обрывки воспоминаний являются вам вы жаждете одиночества в носу свербит от запаха пергамента кончики ваших пальцев чернила воспоминание исчезает испепеленная жара пепел сыпется с небес рычащий шепот взывает к вам я вижу тебя в тебе живет та сила которую я искал голос пламени нифига себе это кто это слушать дальше вместо сих устремлений ты найдешь доме юного я наберу сил чтобы снова заговорить так это еще кто-то не хватало нам вообще потусторонних сил но в общем это дивинити да здесь все божественное всего магическое жар вокруг вас падает и отчаянное воспоминание возвращается она цепляется пытается задержаться и наконец пропадает так давайте посмотрим потусторонний голод нам явилось видение огня и пепла таинственный голос велел искать место устремлений там он сказал можем продолжить беседу найдя перчатки пожирателя мы испытали странное влечение книгам и пергаментом о приключенцы приключенцы так хорошо давайте глянем на эти перчатки а кстати заметки есть заметки о броне пожирателя комплект брони был изготовлен древней империи между 500 и 400 годами до нашей эры но не мир с не императорскими мастерами о нет ее создали чтобы возвысить новую владычицу и им смастерила так а вызвали изгнанной императрицы и знали из высшего света империи за дефект в изгибе челюсти полное безумие комплект брони состоит из пяти частей перчатки сапог поножи шлем и нагрудные пластины мне удалось найти перчатки стоит к ним прикоснуться как на меня накатывает странное чувство а из самой тьмы ко мне вызывает голос говоря словно но неважно я нашел сведения о культе изгнанной императрицы она служила глазом дракона последователя культа отмечали потайные места встреч символом виде горящего наконечника стрелы интересно какие еще секреты мне предстоит узнать так или иначе чтобы открыть истинный путь мне нужно найти огненную урону так еще обновилась собрать полный комплект брони пожирателя так так ну что мы их иногда верно надевать не будем хотя подождите смотрите-ка если мы их оденем что будет силам не даст критический шанс удара ну-ка дай попробуем они же не проклятые нет когти пожирателя нет они не плиты физической брони дофига так хорошо эти давайте пока оставим давайте пока оставим например положим уход рюкзак здесь у меня уже лежит вот часть комплекта заражения и вот комплект тирана тиран это собственно и есть брак а тут еще какой-то пожиратель так хорошо с этим разобрались такое у нас теперь нет вообще никакой магии что они там сидят играют карты наверное нас не видят но и не будут агриться и хорошо давайте сюда здесь попробуем запрыгнуть в эту трубу там видите какой-то какая-то комната лоусы давай закинь меня туда можешь а дайдишь ну чтож бамбин мест пошел приключенцем искать приключений на свое богатырскую задницу я конечно стихи писца хорошо потому что хотя потом забудешь черепушка да надо сейчас прочитать потом забудешь давайте так вот она стихи писца прочесть некие получается разобрать один рецепт он больше напоминает головоломку придется экспериментировать ясно сдадим в продажу хотя подождите уж потом потом разберем так все пошли дальше в общем все они план на игру такой надо отсюда выйти как-то о ура слушайте а я его открою вопрос открою смотрите эльфийский арбалет охренеть смотрим смотрим это может быть очень любопытно не а ока тени лучше хотя здесь дальний бой плюс один не а уровень не а жаль продажи так давайте посмотрим штанишки штанишек стало много 10 8 восприятие уклонения ловкость 11 слушайте это похоже штанишки для фейна ну-ка 10 8 а там было 10 2 без всяких да вот это хотя яд у него и так не ухты какие штанишки смешные зелененькие ну ладно так а эти штанишки в продажу так что еще у нас тут есть а бомба граната с гвоздями хорош давайте дадим их волосы например все давай собирать что есть а у рычаг есть коп не достать что-то встало на место я надеюсь бумажка опа давайте сначала все берем потом будем читать просто бумажка так это хорошая комната то я чувствую урон вода берем подкидывают литературки чтиво на ночь а туда можно зайти можно но по-моему там ничего нет да так хорошо портрет берем бумага бумага вообще хорошая вещь потому что можно делать на этой бумаге можно делать свитки каких-то заклинаний не навыки а именно свитки одноразовые как заклинание ну в принципе неплохая вещь так берем ничего так это что давайте посмотрим прочесть на странице начертана схема какого-то склепа или хранилища под чертежом написаны кажущийся на первый взгляд случайные слова иллюзии король брак несколько раз обведены а одна из комнат помечена стрелкой вдоль которой крошечными буквами написано кувшин душ ооо ну ка 9 артефакты нет мы нашли карту хранилище в ней указано местоположение кувшина в душе охранных иллюзий пнается король брак там могут спрятаны кувшины душ некромантов а это которых мы не могли убить все ясно получается надо найти эти кувшины и сломать их всего понятно больше ничего нет нет все уходим поэтому мы и не могли их убить потому что у них папа дверь открылась да похоже да все понятно ясно понятно ну хорошо мы и так неплохо прокачались так они там играют в карты они не будут агриться я тоже по моему проверял вошли сюда они нас не видели начну сейчас уйдем спокойненько и все так теперь вопрос где находится этот это что таинственная пещера но вот тут вот есть еще одна пещера смотрите там кстати портал нарисован вот тут смотрите о вот я думаю это она и есть здесь хранятся эти души кувшины не так кажется в случае а давай идем сюда здесь только так можно пройти давай лабиринт корреша был хороший хороший просто что там взрывается давайте идите давайте сюда так вот почему здесь лед я не очень понимаю почему здесь лед это что зимний дракон слейд смотрите какое у него 500 оковы души то есть его приковали надо его будет потом освободить я думаю нифига 500 у него интересно какие будут статы в конце игры 100000 миллион любопытно так мы идем сейчас вот сюда о и тут сюда о о хорош я думаю значит сейчас мы попадаем куда-то страшное место поэтому мне кажется нужно пойти быстренько трансплити роваться ничего не закопано страну лучшее место чтобы куда-то закопать что-то так пойдем разрушенный замок там есть вот здесь вот есть подвальчик в нем в нем есть исток мы быстренько подзарядимся чтобы на всякий случай а кто его знает сейчас при как придем и там чудовище как обычно чтобы хотя бы мог можно было волков вызвать так вот здесь сейчас все по очереди присосимся так и фан отойти и лоусы все отлично пошли отсюда так здесь мы забрали шлем который может убить вопящих а еще где-то должны быть посохи ну или какие-то там палки-копалки чтобы можно было вопящих убивать принципе мы уже справимся у нас есть шлем ну посмотрим так куда нам драконов пляж загорать с драконами а ну что вот здесь вот я так думаю будет кувшинчики 2100 дали отлично так давайте сразу разъединимся так и фан без места а здесь еще замедление куда ставить это вот здесь ален опять взорвалась кто нажал на кнопку какое-то гадство какое-то я не могу белка ты что ли все остальные стояли не двигались только ты белка все это это все белка вот точно это она я не верю к своим глазам белка блин стрелка опа нет это я теперь я ты все на белку несешь а то есть я иногда вижу иногда не вот вот я понял иногда вижу иногда не вижу так ладно может тогда если такая ситуация может это и без разницы вообще наверное наверно что там а так ну что ж мы попали в какую-то пещеру за которой нам дали сразу какую-то большую довольно сумму опыта так сейчас мы еще раз полечимся так ну что ж давайте-ка перекинем вот это фейма сюда что тут еще есть все больше вроде ничего нет легенда о кровавой розе легенды рассказывают о кровавой розе драгоценней драгоценнейший из роз которую стремились заполучить короли и люди древних времен кровавая роза растет лишь на земле палитой страданиями и удобренной мерзостью во времена короля брака знали верный метод для выращивания этого цветка метод таинственный и жестокий парфюмер аванель убедил короля закопать остатки опытных запытанных до смерти мертвецов в глубокой пещере он посадил семена в их пустые черепа и поливал слезами измученных пленников в такой почве кровавые розы цвели пышным цветом ученые говорят что кровавые цветы в этой пещере должны расти по сей день только не знает никто где она находится секундочку может это не та пещера смотрите тут какие-то это розы что ли я вообще куда попал так ясно смотрите ведьма радыка точно я попал место где выращивают какие-то розы которые из черепов людей а зачем эти розы идеально смотрите она медата труп медата так ясно все понятно ребята готовимся к бою так идем потихоньку волосы ты встанешь сюда пройдешь что это за место видно что ли это парник для выращивания стоп давайте-ка так раз еще раз так ведьма радыка это высокая женщина стоит посреди трупов часть из них еще свежая часть уже давно сгнила приторный запах разложения бьет вам ноздри точно стопудово это это вот это выращивание на трупах чем ближе вы подходите тем насыщеннее становится запах его словно можно ощутить на вкус сейчас будет бой женщина поворачивается к вам ее искусственные губы складываются в усмешку а она заправляет черно-красные розы за кожаную полосу охватывающую левое бедро и подает вам руку отказаться отойти какое хамстер она поднимается в полный рост разочарована поджав губы она вскидывает голову и обнимает вас запах смерти нечистов запна усиливается полин прикрыть ладони нос и рот сразу же заявить что трупы ее ног не может быть источником столь ужасной войны нет нет ну хватит уже Аве Дамор и Дмир Гала так вы уже слышали эту фразу от клиентов из черного круга она из черного круга очень хорошо котенцы предлагаю ты здесь по той же причине что и я она хлопает букетом по бедру но ты опоздал эти розы бои нам придется занять тебя каким-то другим способом так значит вы уходите какие еще розы так сейчас будет бойня давайте уходим да ну ты же хочешь услышать что я сказал она прикусывает кубу и придвигается ближе плотную к вашему лицу ее дыхание сладкое словно мед ласкает ваше ухо вы почти забыли о том где находитесь ну точно она нас охмуряет охмуряет а ты меня так пьянишь взять ее за бедра поцеловать засос раз ядовитый вихрь проносится вверх по вашей спине прямо в голоду вы разворачиваетесь поворачиваетесь к ней два отшатнуться это была плохая мысль нет смысла не делать плохие вещи только потому что они плохие дорогуша она прижимается губами к вашим губам поцелуй ее мягко дыхание сладкое она целует вас сначала осторожно а затем сильнее и сильнее слегка проводя губами по вашему языку а зубами внезапно ее дыхание портится она становится тухлым зловодным фоу пыхнущим смертью вы пытаетесь отшатнуться но она держит вас слишком крепко вы слышите низкий гул который становится все громче громче прежде чем вы понимаете что происходит из ее рта в вашу врывается туча насекомых фоу они кружатся у вас во рту влажная гудящая масса из каждой секунды их становится все больше внезапно они все начинают вас кусать хо 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 я не могу ужас какой кошмар так со всей силой оттолкнуться так отвернуться отпрыгнуть вы блевывая сдаться вы бессильны нет давайте хотя бы отблевывать она стоит над вами улыбаясь вытирая рот вот так хе 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 скажи мне мужчина известно ли тебе отчего земля здесь столь плодородна известно ли тебе почему кровавые розы растут только на этом клучке побережье жнеца пошла к черту но будет будет не надо быть такой а все дело в трупах дорогуша кровавые розы растут на земле богатой зарытыми мертвецами а скоро мне понадобятся новые розы я уже начала работать последним путников осмелившимся меня отвлечь идем сделаем урожай следующего года по-настоящему богатым капец капец вообще зачем зачем это все меня покусали бой нормально послушайте какое расстояние большое смотрите она поднимает нежить так она залезла на высоту сейчас нас будут бить о наш ход так фей на тебя вся надежда давай бери свиток ускорение блин я смотрите я болею зараза так идем сюда вот так вот так давай прошел не может ударить а так может отлично все бери бери адреналин вали так по не снял никакую броню но ладно так вот у нас есть зазубренный нож если нет физической то кровотечение так 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 или лучше инкарната вызвать а самому предварит предоставайте так а сами превратимся мертвыми давай ай блин я не могу превратиться это это катастрофа блин я не могу превратиться меня убьют ну ладно некогда сейчас плакать раз два он почти снял броню молодец так мне надо вылечиться как я могу вылечиться воскрешение нет это не то нет о волка давайте выпустим волка так может быть куда его выпустить в какую сторону блин здесь мало места вообще я могу спрятаться вообще я могу отпрыгнуть смотрите раз например сюда мы здесь будем стоять слишком кучно давай сюда нет не знаю что делать может быть так путь перекрыт понял так что делать давайте выпустим все таки волка давайте сюда например теперь а теперь прячемся так отлично волк дружище давай волчий вой провокация и можешь сажать кого-нибудь а все конец хода так дружище красный принц я думаю тебе лучше не это не начинать а просто уходи куда-нибудь а или лучше начинать а а права вот я знаю что нужно начинать позиция ниже неважно бей молодчик теперь бери вот это давайте вот это замедлим отлично лоусы так радака ведьма вот так уже да у меня есть свои тут проблемы можем отбросить эту гадость сюда так отлично и теперь можно бить вот этих давайте устроим здесь фажор хорош так они бьют инкарнатом ползучим поцелуем гады опа что он делает плевок кого он там плюнул фейна так волка бьют но он для этого и был вызван он отвлекает на себя куда ты по а а хорошо так инкарната бьют волк по возможности молодец сейчас убивать пока жив так вот это самое опасное телепортация инкарната выгнали нафиг опа удар в спину молодец молодец пень чё она делает аковы боли на лоусы накинула то есть если мы ее будем убивать то мы будем убивать лоусы так где инкарнат куда он делся все как кап 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 капс дай ему так а он уже брал у нас да он уже у нас брал вот что мы сделаем иди сюда блин скотина давай ее курицу отлично кто ходит кто ходит а они отравляют так волчище дружище твоя задача что-то сделать давай хорош ты можешь уйти да можно еще конец хода бьют красного принца что у него с броней пока стоит и фан бен мест дружище вот теперь самый важный ход твоей жизни курицу надо убить как хочешь так у него 120 а у лоусы 130 давай убивай курицу раз половину сняли и и и я могу сюда отправить и отсюда бить кто потом будет ходить падальщик потом красный принц а у лоуси надо ее лечить она мог померить может давайте лечим слишком далеко ясно значит прыгаем к лоусе так теперь лечим есть по по фейна плюют еще но пока у него броня даже чуть-чуть осталось так красный принц что у тебя там у него все как ни странно хорошо так надо курицу убить мы можем знаете что сделать не можем может кого-нибудь телепортировать куда-нибудь например берем этого гада сюда горит опа отражено в отражении есть так теперь можем поднять волосе броню далеко не может волку далеко фейну далеко что демонический взгляд отнять магическую броню и прибавить себя у меня полное вот бы сейчас дальним какие-то выстрелы убить ну я не знаю придется бить эту раз волсучий поцелуй бедный волчонок так лоусе вся твоя задача сейчас брохнуть эту курицу болиин урон воздухом так подождите нет мне надо еще вылечиться а теперь можешь что-то выстрелить Вдохновение, ладно Так, сейчас нас убивать буду Так, Красный Принц получил Еще Так, сейчас Волка съедят Нет, Волк укусил, молодец В ответ Волк скоро умрет Так, Фейн тоже скоро умрет Его ход Отрезай, пожалуйста, курицу А я тебя прошу Нет, давайте так Сначала он берет Распех Мороза Раз Ну Есть Теперь Убивай Давай Сейчас бы так было хорошо Он бы ее убил И притворился бы мертвым А, вот Все, придется Притвориться Ну или не видим Хорош Так, этот идет куда-то Сейчас Волка А, Волк Волк, ты можешь ее укусить? Нет, не может Давай, молодец Еще Хорош Волк Волка Волка жалко Но Ничего сделать нельзя Он должен Опа 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 И бунбин Место Давай Слишком далеко Я понял А он какой-то Весь тоже какой-то Пожухлый у нас Что с ним? Болезнь Господи Так, давай Ладно, вставай сюда Убивай курицу Есть Теперь будет легче Что с ним можно сделать? Его, например Доспех А у меня все есть Смотрите У него Он вообще Как бы здоров Ясно Так, давай Замедлим кого-нибудь Например Вот этого Так, молодец Отлично Так, попались Еще То есть Она прыгала Еще два выстрела Нормально Сколько у них Годов-то вообще Красный принц У тебя нету брони Давай, поднимай Обязательно А то они тебя Заплевет Своей гадостью Теперь можешь ударить Теперь можешь ударить А, вот так Да, я тут пизра Вот Ладно, давай Бей Хорош Идут Через огонь Идет Напустим Своих Гадских Штук Так, хорошо Мы их сейчас Гранаты Смотрите Как хорошо Знаете Сразу четверых Смотрите Вот это Хорош Это было Очень хорошо Так, еще Сразу Двоих Даже троих Сразу Отлично Раз Два И бенбин Мест Сейчас Кончится Так, отлично Удар По возможности Полетели Все Нет Лог Еще жив Молодец Так И фанбин Мест Без брони Но еще Держится Лоуси Тоже Без брони Но еще Держится Теперь Фейн Так, есть Можешь Кого-то убить Давай Молодец Давай Три удара А Зазубренный Нож Нет физической Брони Давай А, он же Труп Это Окровавленный Труп Черт Кто-то знает Ладно Давайте Просто Три Серии Ударов О Гениально Волк Давай Иди Кого-нибудь Вкуси Еще Нет Все Волку Конец Ван Ван Бен Мест Лечись Нет Не надо Надо Свиток Мороза Так Дружище Молодец Накинь ловусь И броню Такс Всем Добра Так Мы еще Пока живы Мы их Сейчас Убьем У нас Небольшое Преимущество Есть Жупадальщик Убивает Фейна У него Почти Закончилась Броня Но он Еще Жив Красный Принц Давай Вот Этого Мы Убьем На Котовченко Теперь Щит Двойной Урон Молодец Лоусы Так Сейчас Мы Пропердолим Магическая Броня У кого Есть 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 У всех Есть Давай Кого Меньше Всего Жизни Жупадальщик Не понял О Давай Так Хорош Эм Сука Возгорать Давай Горение Есть Так И Пей Мало Надо было Вот эту Путылочку Сгорела Есть Жучара Сгорела Так Это куда Заняла Высоту Сказать Так Все У фейна Нет Никакой Броня Плохо Давайте Давайте Ага Давайте Попробуем Черт Даже Не знаю У него Нету Ничего Стоп Давайте Поглянем Осмотреть Урона Яда Можно Сделать Да Давайте Попробуем Эту Гранату Метнем Блокируется Магической Броней Круто Ладно Тогда Все Притворись Мерта Да Не рассчитал Я просто Взял И выбросил Разводник Вау Смотрите Бах Волк Ты еще жив? Молодец Давай Иди сюда Не Ему никак Не дайте Бежит Но не добежит Точно Сто процентов Хорош Он взял На себе Хотя бы Один Плевок Так Бомбин Мест Сто У этого Все Конец Тебе Нет Конец Так Теперь Этот Давайте Его собьем Уроним Взбивающая Сдрина Может Сбить Сцель С ног Давай Сбивай Достаточно ОЗ Жаль Давай Хотя бы Вот так Дойдем И вот так Вот Подожжем Хорош Так Броню Поднять Кому Кому Броню Взбивающим Все более-менее Нормально Так Фень Вставай Нам Нужно А Он Ничего Не Может Пусть Отдыхает Хотя Нет Пусть Отдыхает 35 Здоровья Кому Можно Здоровье А нам Никому Не надо У всех Все нормально Ну все Конец Одна Жучишка Осталась Ну да Ну да Ну это был Твой последний ход Ты в курсе Смотри Во-первых Раз Увечья Во-вторых Два А Недостаточно Хорош Так Все Давай Убивай Победа Хе-хе-хе-хе Да Но начиналось Все круто Насчет Это Поцелуй Меня Я тебя Конечно Поцелую Потом Если ты Конечно Захочешь Это было Круто Вообще Просто Вот Зачем Это Роза Нужно Я не очень Понимаю Она Что-то Дает Какой-то Извините Я случайно Жил Так Пуста 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 Выросло капуста Да Ну вот это Было Бойне Вообще Что можно С этими Розами Делать Не туда Я все-таки Пришел Я думал Что это Будет Место Где Хранятся Души Этих Охранников Некромантов Которые Меня убили В прошлой части Вот Но это Оказалось Роза История С Розой Не достать В смысле Ладно Здесь Ничего Жуп Падальщик Нога Не Нормально Особенно Один раз Хорошо Получилось Когда Измученная Душа Когда Прямо Четверых Один Одним Ударом Задели Это было Вообще Хорошо Было Прямо Прекрасно Еще Волк Нам помог Он реально Отвлекал На себя Все Что Можно Инкарната Конечно Тоже Сразу Зарубили Но Он тоже Отвлекал Вау Смотри Это Ручный меч Нам не нужен Вот Это Силище Так Побег Из Глаза Женеца Ну-ка Дайте-ка Там Что-то Да Да Еще С Гратианой Очень Интересная История Они Почему-то Считают Что Гратиана Имела Отношение К браку Это Не то Чертежи Хранилища Это Все Не то О Мы Нашли Старинный Жезл Избавления Он позволяет Лишать Других Истока Забирая Его Себе Глянем Где он Шипродеки Это Жезл Нет Это Мы Продаем В Продаже Так Двуручный Меч Ну Он нам Не нужен Но Давайте Опознаем Дел Что Кровавая Роза Вот Редкая Роза Растущая Лишна Смотрите Сила Ловкость Интеллект Память Смотрите 6 статов Она Повышает Жезл Избавления Нам Не Нужен Подождите Как Вот Он Секундочку Жезл Дает Навык Очищения Это Как раз И есть Тот Самый Навык Который Можно Убивать На этих Самых Лопящих Так Закаленный Огнем Магическая Броня 11 Спротивление Призыв Так Ясно Перчатки Опознать Когтистые Лапы Навык Первая Помощь Хорошая Вещь 10 8 Хорошая Очень Хорошая Вещь Стоп Да Жажда Крови Во А 22 Жалко Мы Не Пользуемся Так Это Заражение Это Кровавая Роза Библия Ремесленника Куча Информации 5 новых Рецептов Супер Так Тут Еще Одна Библия 8 Новых Так Тоже В продаже Картинку Тоже Так Ну Потом Будем Распродаваться Сейчас На данный Момент Самое Важное У нас Есть Жезл Избавления Который Дает Символ Брака Безумного Короля Истока То есть Он дает Навык Избавления Но давайте Так Это мы Дадим Лоусе Она у нас Маг Будет Если что Избавлять Вопящих От Проблем Так Еще тут Есть Перчатки Когтистые Лапы 10 8 Восприятие Плюс 1 А Это у нас Телепортация 10 8 Ну в принципе Неплохо Всего 18 Балов Там 18 Но зато Дает Скорую Помощь И Шанс Критического Удара А эти Тогда Давайте В продаже Слушайте Ну вот Это был Хороший Заход Прямо Скажем Повезло Так Повезло Но Могли Погибнуть Ну С другой Стороны Кто Не пьет То есть Кто Не рискует Тот Не пьет Шампанское Так А что Здесь Происходит Почему О Раз Два Достать Так Все Ясно А что С этой Розой Надо Делать А кто Подскажет Я не Очень Понимаю Наверное Из нее Можно Какой-то Эликсир Сделать Или Еще Что Все Неприятное Место Пойдемте Отсюда Навек Черт Надо Подышать Свежим Воздухом А Секундочку Она Сейчас Опять Начнет Это Все Убивать Это Все На Выходе Есть Может Какой-то Выход Нет Смотрите Нет 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 Вот Есть Подождите Какой Есть Нет Ничего Вот Надо Обратно Туда Жить Все Ясно Выйти Выпустите Меня Выпустите Пусть Все Взрывается К чертям Лишь бы Выпустили Дайте Свободу Уходим Отсюда Нафиг На свободу С чистой Совестью Так Чем Тогда Займемся Давайте Освободим Дракона Что ли Явно Его Здесь Мучают Запытали Демоны What's going on Ясно Что Going on Опять Ставит Эксперименты Над Животными Так Облакопара Снимает Корень А что Нужно Делать Атаковать Костяной Тотем Костяной Тотем Ну Всего Лишь 30 Здоровья Давайте Бахнем Раз Один Есть А Мы Мерзнем Мы Сейчас Замерзнем Нафиг Давай Быстрее Давай Быстрее Убивай Дракон Скребет По камням Ледяными Когтями Земля Дрожит Блин Нам Холодно Мы Сейчас Умрем Спасибо Так Только Не Вздумай В него Стрелять Давай Поговорим Освобожденный Дракон Выглядит Больным И бледным При вашем Приближении Он пытается Расправить Потрепотные Крыли Устремляет На вас Зор В глазах Поблескивает Застывшие Слезы Благодарю Тебе За старания Увы Теперь Я свободен Не более Чем Когда Был Цепях Малю Помоги Мне Обрести Истинную Свободу Или Погрузи Вечный Сон Может Конечно Именно Поэтому Ты Здесь Передо Мной Слейн Звал Смерть Я Появился Ты Совпадение Не Думаю Вы Нежнец Нет Я Нежнец Так Ааа Моя Сына Похоже Останется В чужих Руфах Моя душа Оскована Лишен Истока Дракон Злейшая Известь Отлючила Меня От истока И теперь Я покорный Раб Ей Приходи Ей Достаточно Отдать Приказ И Тело Мое Предательски Повинуется А кто Ведьма Радека Я Любил Ее Когда За ничтожную Обиду Сущую Мелочь Она Направила На меня Жезн Избавления Прободила Теперь Лишь Мой Голос Остался Под властем Мне Радека Она Мертва Правда Я Чувствую Непиение Ее Черного Сердца Он Поднимается Во весь Рост Прискнет Смотря На вас Ледяным Вглядом Но Скажи Мне Нашел ли Ты У нее Жезл Если Я Ему Отдам Жезл То Что У Меня Не будет Тогда Жезла А зачем С другой Страны Мне 2100 Отлично Слейн Радостно Он сгибается, хватая жезлу из бавления острыми, как бритва когтями, и сток устремляется из жезла прямо в дракона, наполняя его таким ярким светом, что вам приходится прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Вау! Ослепительное свечение угасает. Прищурившись, вы видите перед собой не дракона, а красавца-ящера. С такими же глазами, как у Слейна. Его пронзительные серебристые глаза сияют, он торжествующе улыбается и отмешивает вам изысканный поклон. Слейн к вашему слогу. Он ящер или дракон? И то, и другое. Я рыцарь-дракон. Последний из своего рода. Принимать одно из двух обличий по желанию наш великидар. О-о. Сказать, что ради того, чтобы ему помочь, вы подвергались большой опасности. Сказать, что вы встретили эту жуткую ведьму. А Радеку, ее смерть доставила вам удовольствие. Я бы дорого заплатил за то, чтобы услышать ее предсмертный хрит. До конца моих дней я бы засыпал под эту колыбельную. Гибель этой гнусной ведьмы служит мне утешением. Я хочу вознаградить тебя за это. Когда ты окажешься в западне, когда не будет иного выбора, кроме как отступить или погибнуть, моя тень подарит тебе и спасение. Это я обещаю. Поблагодарить и пожелать ему всего наилучшего. Вся моя благодарность принадлежит тебе и только тебе до встречи, друг. Слейн улыбается вам и разворачивается, чтобы уйти. Всего пара лишних шагов и очертания ящера начинают нерцать, а затем растворяются в тумбане. Величественный дракон улетает прочь. Крутяк. Мы освободили дракона. Он отдал какие-то перчетули, малую руну грома, немножко денег, стрелу. Так, интеллект, мастерство охоты. Шестого уровня маска. Сапожки. Шестого уровня. Хорошая вещь. И перчатки. Ну это такого у нас типа есть. Давайте ботиночки. Шестой, шестой. А все шестого уровня. Движение 0,5. Да, интеллект. Мастерство охоты. Не знаю, 3,15. Маска волшебник. О, издиратель жезл. Вампиризм. Нет, ну даже не знаю, что брать. Давайте вот эту маску волшебника. Так, давайте посмотрим. На этом будем закругляться. Маску я для лоуса присматривал. 3,15. 3,15. А, отлично взял. Ну тут интеллект. Ну хорошо. Значит не зря взял. Так, перчатули. 3,15. 10,8. Примерно тоже. Телекинез. Экс. Телекинез. А у нас ни у кого нет телекинеза. Да, здесь чуть побольше. Сила причем. Плюс критический удар. Не, похоже перчатули не очень. Так, ну что ж. Друзья. Сколько тут времени прошло? Да, уже пора закругляться. Сейчас посмотрим, какие у нас тут обстоятельства в нашем деле. Что здесь есть? О, свинья. Федер. То есть в смысле Федор. Свинья Федор. Ну-ка давайте-ка со свиньей Федором поговорим. Давно мы со свиньями не общались. Так, здесь какой-то выход. По кругу. Здесь наверняка что-нибудь закопано, наверное, было. Так, идем. Туман почему-то. Испарение. Так, ну-ка. Свинотка. Привет. Это ты. Пылающие свиньи. Обновился квест. Ээээ. Поздороваться со свиньей. Вы рады новой встречи? Взаимно. Братишка. Не могу передать, как я тебе благодарна за доброту. Знаешь, я все пытаюсь привыкнуть жить, как свинья. Это непросто. Трюфели мне никогда не нравились. А как... За что ее прокляли? Разумеется, в конечном счете все сводится королю браку. Против его правления выступали многие из нас. Да мало кто осмеливался сказать что-то вслух. У нас было несколько магов. Кто готов был рискнуть? Мы решили, что если всем рассказать, что он вытворяет, люди осмелеют. Соберутся и придумают, как его свергнуть. Смотрите, у меня, по-моему, один глаз с пенсне, что ли, или что это такое круглое. Но мы недооценили трусость наших товарищей. Все, что мы достигли, это то, что нас заклеймили еретиками и привлокли на суд королю браку. Был ужасный результат. Проклятие было двойное. Обличие свиней и неугасаемое пламя. Мне так нравится не гореть, что на то, что я свинья, даже жаловаться не хочется. А можно ей вернуть как-то... Даже не знаю. Я молилась Амадии, но она что-то не отвечает. Рассказать ей святилище Амадии? Да серьезно? Там должно быть святилище. Если кто и может вернуть мне прежний облик, и магический талант, то это Амадия. Я так тебе благодарна. Пойду туда и буду просить благословения Амадии. Спасибо. Слушайте, Ада может помочь. Она там покупается, в этой ванночке, которую мы сделали. В прудике. И... И все к ней вернется. Тут нет ничего не закопано. Странно смотрите. Это вход. Вот во что-то. Крутяк. Слушайте, но я даже не знаю. Наверное, сегодня мы уже туда не пойдем. Или зайдем, просто посмотрим. Опа. Это что это? Корабль. Офигеть. Сокровище. Вот куда не ступишь, везде, везде что-то происходит какой-то. И сейчас это на 3 часа. Вот сейчас какой-нибудь бой будет. Будем сражаться. Тут дверь. Тут какие-нибудь бандиты, пираты. И все. И это на полтора часа. Ладно, давайте на этом будем сегодня заканчивать. Это уже бесконечная история. Ну что ж, у нас большие успехи. Не знаю только, что делать с этой розой, которую нам дали. Где она, кстати? Давайте на нее посмотрим. Такими трудами мы сегодня затащили. Где она? Роза. Куда она делась? Не. Так долго бились. Где она? Кровавая роза. Вот она. Съесть. А что с ней делать-то, а? Кровавая роза. Ааа, это ты съешь и на 10 ходов будет кровавая роза всего лишь. Ааа, ну так это не особо. Ага. Ладно, потом разберемся. Давайте так. Сейчас завершаем. И будем продолжать уже. На следующем стриме. Это я ищу картинку. Так вроде ничего. Все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. С вами был профессор. Подписываемся. Ставим лайки. Комментируем. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok